Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня наш разговор пойдет об оленеводстве, а еще мы познакомим вас со старейшим оленеводом республики Бурятия, Догончиной Людмилой Егоровной. Медаль за верность Северу – высшая награда старейшей общественной организации Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Догончина Людмила Егоровна. Решение Координационного совета Ассоциации 20 марта 2017 года номер 1 награждена медалью за верность Северу. Людмиле Егоровне Догончиной 75 лет. Из них 50 лет отдано оленеводству. Вышла замуж за Эвенка. Он пришел с армии, служил в десантских войсках. Сошлись и поехали на линию фермы работать. Но не сразу, конечно. Мы в 60-м зарегистрировались. В 62-м первый раз съездила, потому что в 68-м уже поехала. С 68-го года все время на ленте. Большие стадо держали тогда. 1200 было головок. 900 головок. Первую мечта всегда занимали. Совхозы. Сначала колхоз начинался, потом совхоз Завет и Ленин, потом совхоз Жилинтинский. С упразднением совхоза начались изменения. И далеко не в лучшую сторону. Сначала госпромхоз нам сказали, ой, оленью мы будем помогать. Штатных охотников кинем. Ну хорошо вообще было. Снабжали хорошо. А потом мы перешли постепенно и начало падать. Вообще, когда уже Загрязг еще работал, это мы были в совхозе. И перешли, и все, и методом вахтовым хотели сделать. И уже волки начали. Тогда и баре давали, и ружья давали вообще. Палатка хоть жили, но мы все равно. Потом, в каком году, первый дом, то есть с экспедиции строили. И Шарф Камазарович Шарф Степанов еще работал, с экспедиции нам дом построили. Палатку-то к экспедиции давали. Вообще в палатках жили. Всех детей вырастило в палатках. Двое вообще в палатках рождало. Рождалось. Сам его Володя принимал даже. В роды. Муж принимал у вас? Да. Вот последнего, 77-го года, который погиб. Отслужился. Все отслужились ребята. И все в Валени ферму работали. Как с малых лет. Как кончились школы, сразу пошли. И все там работали. Сейчас, наверное, поразъехались, стали семейными. Оля до сих пор, он, в Валени, все со мной. Вот у вас вообще двое детей, да? Две дочери связались с твоей жизнью с одним? Да, да, да. Рита сейчас вот за меня там осталась, хочет остаться, продлять свою оленемоческую жизнь. Я говорю, хватит тебе терпения, хватит, говорит, но я говорю, вообще они настырные. И братья все помогают. Сейчас, или бы не братья, я бы там сыновья, сыновья сильно помогают. В артилях работают, и мне продукты завозят, и все, и дров наготовят. Все же, отдали бы машину, хотя бы машину ездить до туда, в Урал. А то не Урала, и трактора даже нет. Вот бедный этот Туракин давал, и вот до сих пор, там колесов все нет, до сих пор возим, воду дают. А это все на себе же. Пешком, раньше-то пешком бегали, а сейчас где набегаешь? Ну и до сих пор я на лыжах хожу, так, еще до сих пор работаю. Сейчас отел, самое напряжение у меня уже горит, я уже еду отел принимать. Было 4 головы, из 4 головы мы до 16, понимаешь, 16 сейчас. У меня 50 голов, считайте, что нынче, если бы еще отел хороший приняли, до 100 голов, еще и кровь меняли. У нас же не все вручную, все вручную. Ничего же нет. История оленеводства в Бурятии знала разные периоды. От признания нерентабельным и решением ликвидировать, до активных попыток реанимировать отрасли. Нужно отметить, что в Баун вообще у нас единственная кочевая семья осталась в республике. Это семья догонченных, которые занимаются оленеводством. Это оленеводы Каратала, Талое, и оленеводы семейно-родовой общины Токтыкан. Ну и плюс еще в Севербайкарском районе у нас несколько общин занимается развитием. Мы уже на более такой современный уровень, они пытаются поднять это развитие этнотуризма в своем районе. И занимаются оленеводы. У нас есть союзские оленеводы. Это местность Сорок. Это, нужно сказать, что это не община, а олени, которые принадлежат администрации, муниципальные олени, и оленеводы получают муниципальную заработную плату от администрации. Олени пастбища у них есть, но мы боимся то, что те территории, которые сейчас, они остаются пока за ними, они не закреплены пока ни за кем, ни за промышленными компаниями, ни за... Они являются собственностью государства. И мы боимся то, что туда могут войти промышленники и могут оставить наших оленеводов без оленеводства. Оленеводство — это не кролиководство, это не животноводство. Они не могут обособленно жить на одной земле. Им нужно, чтобы передвигаться по части леса, по части тайги. И поэтому нужно сохранять те олени пастбища, где растут ягельники, нужно сохранять именно за оленеводами. Потому что сейчас, к сожалению, очень много пожаров происходит на территории республики Бурятия. Это ни для кого не секрет. Есть еще и риск того, что могут выкупить все эти леса большие, крупные компании, которые могут войти как недропользователи. Много своих вопросов оленеводы адресуют общественные организации. В кабинете у Надежды Будаевой можно встретить и людей из глубинки, и журналистов. Неподдельный интерес к отрасли оленеводства присутствует. Для кого-то это экзотика. Кто-то видит в этом возможность для развития туризма. В Северо-Байкальском районе этим занялась община «Звезда». В первую очередь, это просто мое, может быть, не призывание, но мое увлечение. Мне это нравится делать, поэтому я и делаю. Несмотря на эти трудности, трудностей достаточно много, хватает. Хочется увидеть побольше линий, как это было раньше. Много лет назад уже, скажем так. Побольше линий, достичь какого-то результата. Результат пока еще маленький для меня. Вот это самый больной вопрос, насколько сегодня у нас оленей. У нас оленей на сегодня не так много, скажем, и не совсем мало. Хватает нам заниматься, в общем, питаться, заниматься оленеводством. Есть с кем работать и чем работать. И для туристов, занимаемся, туристы приезжают, поэтому есть еще показать. То есть есть чем сегодня, вообще, погордиться. Наша встреча с Виктором Плотниковым состоялась в клубе Дома культуры села Уаян Северо-Байкальского района. Предприниматель настойчиво приглашает нашу съемочную группу приехать к нему на место и самим увидеть его хозяйство. Конечно, при первой возможности мы съездим к нему. У нас территория небольшая, 208 гектаров. То есть по этой территории у вас разрушительный маршрут? Маршрут у нас, он разработан с Уаяна, с нашего поселения, с поселка Уаян до нашего стойбища и в обратном направлении. И он пролегает, как бы сказать, по территории, по всей территории, не по всей, а по Северо-Байкальской районной территории. И до нашей территории приходят. Места достаточно красивые. Что приезжать было? Довсюду, в большей части Северо-Союза. То есть французы, немцы. Три группы было. Это немного, конечно. С района люди к вам приезжали? Нет. Нет, это их не интересует. Нет, никого не было. Вот за пять, скажем, шесть лет, осенью было шесть лет, никого не было. Оленеводство, оно, есть потери там. Они всегда были, есть и будут. Поэтому это же не во дворе, это тайга. Что-то уходит. Там прибыли есть, конечно. Но есть потери. Это хотелось, конечно, побольше, чтобы можно было поднять. По голове нужно закупить. А вы закупали у Черноева, да? Да, я вот у них брал. Искал, все, с этого иду потихоньку. Ну, там еще давали мне. Деньги давали на два. Я хотел кровь так поменять. Я еще два. Два оленя. Покупал. В Ганюге? Да, в Ганюге, на который, который в свое время пригнал их. Пригнал, привез с Чары. Ну, думаю, что если бы хотя бы в пределах пятидесят, шести, семидесяти, максимум, то было бы хорошо. Мы надеемся, эта ситуация изменится к лучшему. Оленеводы сумеют увеличить поголовье, и местный турист откроет для себя оленеводческую культуру северного Байкала и таежного Баунта. Многие считают, что оленеводство нерентабельно, и доход может приносить лишь вместе с развитием туризма. Людмила Егоровна Дагончина – пенсионерка, и пенсия выручает хозяйство, считает она. Если бы не дети, я не знаю, но артельщики семьи меня знают, конечно, помогают. Вот Каденев тоже помогает хорошо. А сейчас вот приедешь, сейчас на отел надо продукты закинуть, сейчас машину искать. Три бочки только солярки надо, бензину две бочки надо. И оттуда, туда сейчас речки пойдут, не знаю даже как. А маленькие телята, они сразу, если холодно, они хорошо вообще воспринимают клим. Если они вот теплые, они начинают через речки, уже речки пойдут, начинают бродиться, простывают. Ну, пойдешь, начинается. Матки же они не терпеливы. Вот на данный момент у вас уже как? Вот на данный момент мне сейчас бы помощь нужна, очень нужна. Сейчас бы машину туда прямо приехал, заехал, сейчас сочел хорошо. Сейчас мы уходим на палатки. Весной мы принимаем палатки, потому что в доме, где там сутками дежурьем. Сутки одни стоят, сутки другие. Потому что самое напряженное время. Сейчас если волков нет, то считай, что вороны. Пока матка телится, ворон уже из прохода вытаскивает теленок. Там на чеку надо все речь. И костер не разожгешь, потому что волки, если подкрадутся, чухнут, если дым. Все, костер не подойдешь. А некоторые матки мучаются при отеле. При отеле начинаешь помогать. Ладно, вот они ручные. И у меня все дойные. Я все даю сразу, начинаю доить. И вот, не знаю, вот сейчас переживаю вся. Но там у вас дочь, да? Дочь с мужем. Но все равно переживаю продукты. Сейчас, говорит, кончились. Вот как на иголках. А вообще вы считаете, вот оленеводство, оно может быть рентабельно? Можно получать доход от оленеводства? Конечно, можно. Если бы так все помогали мне, раз машину, сразу продукты привез, комбикорм привез. И загвозки не было, снабжение хорошее было, трактор какой-нибудь. И все, приехали. У нас, если все готово, продукты готовы, мы день и ночь рады там стараться. Развитие оленеводства во многом зависит от того, придут ли в отрасль молодые. Недавно мы побывали в гостях в семье зятей Людмилы Егоровны, Виктора Мордонова и дочери Ольги на оленеферме в Баунтовской тайге в местности Толой. Кроме вас еще догончена Людмила Егоровна, да, это ваша? Да, чёща моя. Я вот ее люблю, уважаю. Не каждая русская женщина будет так в лесу жить, как моя чёща. Надо еще таких женщин поискать. Да, и тем более на возрасте. Да, да. Ну, кстати, династия. Они там, моя жена, что я оттуда, оленеводка тоже. Вообще, вот эта династия Догончина, Мордоновых, и так и осталось две семьи из двух династий. И все. Ну, и больше пока нет. Конечно, медаль, которую вручили Людмиле Егоровне Догончиной, заслуженная. Но большей наградой старейшему оленеводу будет, если государство обратит свое внимание на оленеводство. Несмотря на то, что молодые не особо рвутся в оленеводы, она знает, ее дело без продолжателей не останется. Мне кажется, мои дети никогда не бросат. Кто-нибудь да все равно останется. И их не мучат, все равно останется. Не должно быть так, что бросили, сколько мы с отцом прожаботали. Нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова teaching Продолжение следует...